CRM бывают разные, но до сегодняшнего дня я не встречал бесплатных. Эспо CRM по заверениям бесплатная CRM, сейчас проверим так ли это, а также то, насколько бесплатная CRM может считаться полноценной CRM. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Погоняв Эспо CRM, я понял, что она действительно бесплатная и это действительно CRM. Вы можете взять платный тариф, разместив базу у них в облаке, ну то есть фактически вы платите за то, что они за вас сделают то, что мы сделаем сейчас. Ну и плюс за сервер, если у вас нет своего. Поскольку Эспо CRM это просто набор скриптов, который после скачивания и разархивирования выглядит вот так. Так же выглядит дистрибутив WordPress или MediaWiki. И так как установка тут не то чтобы сложная, но все-таки не быстрая. Давайте сначала посмотрим, что такое собственно Эспо CRM. Ну в общем по виду это вполне типичная CRM. Мне она кстати по оформлению нравится больше, чем все, что я пробовал до этого. Главное. Можете сюда добавлять свои виджеты, то что считаете важным вынести на главную. Контакты. Естественно не просто имя, фамилия, а в контексте действий с этим контактом. Отчеты. Счета фактуры. Ну в общем классика. И все это чудо бесплатное и живет на вашем сервере. Это все ваше. Ну то есть пока не живет, с этим нам и предстоит разобраться сегодня. Заходим по FTP на сервер. Не буду рассказывать об этом подробно. Что такое сервер и где его взять. И в корне сайта. Кстати мы будем складывать Эспо CRM в директорию, а вы можете свой сайт под нее создать. Прямо со своим доменом, но это не обязательно. Итак, нам нужен корень сайта. Напомню, что это то, что в папке public.html. И в корне мы создаем папку. Название этой папки будет адресом нашей CRM. Ну в общем-то логично ее CRM и назвать. И в эту папку мы перекидываем разархивированный дистрибутив. Процесс не быстрый, у меня занял минут наверное 20. И теперь по адресу ваш сайт слэш название папки, в нашем случае CRM, должна появиться вот такая картинка. Это значит, что пока все нормально. Есть ли русский? Есть. Отлично. А то CRM вообще сложная система. Если бы была еще на английском, вообще была бы беда. Начать. Принимаем. И конфигурация базы данных. Кого-то это могло бы напугать, но не зрителей нашего канала. Сколько уже этих баз данных мы насоздавали и не сосчитать. Тем более, что в наши времена тотальной легкости не обязательно прибегать к phpMyAdmin. А все можно сделать на стороне хостера в один клик. У разных хостеров это наверное как-то по-разному. Ищите что-то связанное с MySQL. Тут у нас имя базы. Оно же является именем пользователя. И тут пароль. Все. База добавлена. Отлично. Возвращаемся. Имя базы и имя пользователя у нас совпадают. Пароль. Давайте проверим. Ну вот. Все настройки верны. Далее. Успешно. Все успешно. Даже как-то подозрительно. Установить. Отлично. Все почти готово. Настройки учетной записи. То есть это уже внутри CRM. Это учетка админа. Она обладает максимальными правами. И системные настройки. Формат даты там. Всякие часовые пояса. Первый день недели. Кстати, тут вот я не знаю, что значит нулевой. Это воскресенье или понедельник. Ну, в общем, в любом случае все это можно потом поменять. И настройки SMTP для исходящей почты также потом. Тем более, что тут еще нужно добавлять запись в кронтаб. Ну то есть, конечно, установка SPCRM это еще не все. То есть установили и вот он перед вами ваш любимый Word. Система сложная, как и любая CRM. Но разобраться с ней можно, поверьте. Нужно только потратить немного времени и найти хорошие уроки. А мы вводим имя пользователя и пароль и открываем собственную CRM на собственном сервере. Бинго. Дальше даже не буду ничего рассказывать. Вы, наверное, понимаете, что тут нужна серия или даже целый курс. База знаний тут есть. Не включил SPCRM в курс по базам знаний. А она там нужна была. Просто не знал тогда о ее существовании. Так, ну единственное, давайте добавим какого-нибудь пользователя. Ибо плохо человеку быть одному. И на этом сегодня ограничимся. Ну да, тут нужен большой курс. Это вот все настройки. Так, пользователь. Создать. Имя-то логин. Тут информация о нем. И пароль. Отлично. Какую-нибудь аватарку. И попробуем зайти под новым ником. Ага, регистр имеет значение. И вы имейте это в виду. Заходим и видим абсолютно пустую CRM. А почему? А потому что новому пользователю мы не дали никаких прав. Вот так вот. У него все отключено. А как это все подключить? А вот об этом вы узнаете из следующего урока. Если, конечно, я его сделаю. Ну в целом система годная. В моем внутреннем споре стоит ли в принципе использовать CRM. Или все можно отдать на откуп Notion или кода. Пока победителя нет. Ваши лайки и комментарии под этим видео помогут мне с выбором. А также с решением, стоит ли делать продолжение. Так что ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и любите друг друга. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Продолжение следует...